12 августа состоится Хибинский фестиваль мультиспорта. Впервые он пройдет на лыжном стадионе Тирвас. Программа спортивного праздника ожидается насыщенной. Помимо переключенческой велогонки на 100 километров будет проходить летняя гонка на собаках и стрельба из лука. Уже в 11 часов 40 велогонщиков из Мурманской области и Москвы соберутся на старте возле Апатийской ТЭЦ. Впереди их ждет необычная трасса, в которую входят все виды покрытий, начиная от асфальта, бродов, переправ через реки, мощеные булыжные мостовые и, наверное, даже снег. Проходит она у нас вокруг западных Хибин. Там красивейшие виды. С одной стороны будет озеро Имандре, с другой стороны будут горы. Потом, когда уже доберутся до центра маршрута, там будет, можно сказать, пляжная гонка по песчаному пляжу, озеро Гольцовое. И возвращается старт. Начинается она в Апатитах и финиширует в Кировске. Из года в год длина трассы меняется в зависимости от того, как проложен маршрут. В среднем это 90 километров. Самые быстрые спортсмены преодолевают их за 5 часов. Ну а тех, у кого силы закончатся на середине дороги или случится какой-то казус с велосипедом, подберет специальный автомобиль, который будет двигаться за участниками. Впервые финишировать велосипедисты будут на лыжном стадионе Тирвас. Здесь есть обогреваемые раздевалки, где спортсмены смогут отдохнуть после гонки. И здесь же на протяжении всего дня будут проходить гонки на собаках. Это опять же будет буксировка велосипедиста и бег с собакой. У нас на финишной поляне также запланированы мероприятия с лучной стрельбой. То есть это соревнования среди лучников. Но так как лучников у нас набралось мало, скорее всего это будет просто открытый тир для всех желающих. Все спортивные мероприятия на стадионе Тирвас начнутся в 12 часов 12 августа. Организаторы приглашают как зрителей, так и участников. Прием заявок еще ведется. Ну а завершится Хибинский фестиваль мультиспорта награждением победителей. Абсолютный чемпион велогонки получит приз 10 тысяч рублей.